Медицина без медиков. В Никополе массово увольняются хирурги. Катастрофически не хватает и других специалистов. В городской больнице говорят, в условиях кадрового голода работают уже не первый год. Как проводят операции и можно ли вернуть врачей, выясняли наши корреспонденты. В городской больнице Никополя по собственному желанию увольняются хирурги. На дежурство выходит всего один специалист вместо четырех, а ассистенты анестезиологов вообще на расхват. Об этом в фейсбуке написал Роман Авдеенко, фельдшер скорой помощи. Говорит, в последний месяц машина не от ложки работает как такси для анестезиологов. Возит их на операции с одного отделения в другое. Мы столкнулись с транспортировкой анестезисток из реанимационного отделения 1-й горбольницы, гинекологическое отделение, это же самые больницы, они находятся в разных частях города. Как ни крути, все равно 5-10 минут потребуется на то, чтобы нам забрать анестезистку и доставить ее туда. В городской больнице о дефиците кадров говорят неохотно. Хирурги и вовсе, каждый сам за себя. Вот вы мне сейчас задаете компрометирующий вопрос. Я же не заведующий отделением. В основной слов, я обычный ургентный хирург, выполняющий свои обязанности, который прекрасно понимает, что я за это получаю декларный заработной плат, работаю в нормальном графике. Заведующего хирургическим отделением мы застали в операционной. Но и в одной комнате с главврачом он был неразговорчив. У нас нет возможности оказывать оперативное мишель? Оказывается. Ну, так а что, вот об этом и скажи. Нет, ничего. Но не на камеру завхирургии все же обмолвился. Персонала не хватает. Сейчас хирурги работают в напряженном графике. По словам главврача Елены Соломахи, Никопольская больница обслуживает около 140 тысяч населения. Ежедневно в хирургии обращается до 10 человек. Из 13 необходимых сотрудников в отделении работают 9. И это с учетом тех, кто по совместительству. Их вызывают лишь на дежурство. Утверждает, специалисты уволились не вчера. Заставить их остаться не могут, так как предложить нечего. Кроме зарплаты от 3 до 6 тысяч гривен. По нашему лечебному учреждению года 2. Как получилась такая проблема в малых городах. Наверное, еще какие-то вводить стимулы для того, чтобы молодежь сюда ехала. Будь то жилье, будь то еще какие-то дополнительные стимулы. То есть, наверное, только это поможет решить эту проблему. По словам главврача, проблемы с кадрами не только в Никопольской больнице. Из года в год все больше врачей практически во всех регионах страны уезжают туда, где их труд оплачивается достойно. Елена Монарек, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.